Оборудование изыскания, устанавливая на точку, получает поправки с базовой станции на расстояние до 20 километров. Итак, уважаемые коллеги, я продолжаю репортаж с выставки Геосибирь 2018. Я нахожусь на стенде компании РИРФ. И сейчас Сергей, представитель компании РИРФ, расскажет нам об оборудовании, представленном на выставке. Добрый день. В данном случае у нас представлена оборудование системы высокоточного позиционирования инженерных объектов. На базе базовой станции спутниковой навигации, которая устанавливается в закрытых помещениях, с выносом антенны на реперную точку на улице. Которая передает поправки, получаемые с ГЛОНАСС GPS спутников, передает на сервер. Которые в дальнейшем используют эти поправки для роверов, для реперных точек, установленных на инженерных объектах, как в данном случае представлена макета Транснефти. Они устанавливаются, базовые станции устанавливаются в пункты контроля. Это, как я уже сказал, на самой точке, на самом трубопроводе установлены реперные точки. Эти реперные точки проверяются с помощью, собственно говоря, нашего оборудования двухчастотной генетической аппаратуры ГЛОНАСС GPS из Искания. Работает она как по ГЛОНАСС, так и по GPS, так и совместно, получая большее количество спутников. Для более точного позиционирования той или иной точки реперной. В данном случае Транснефти. Оборудование из Искания, устанавливая на точку, получает поправки с базовой станции на расстояние до 20 км. То есть погрешность до 4 мм по высоте и по плану. Чем дальше удаленность, то плюс 1 мм. То есть до 2 см на 20 км. Поправка идет. Погрешность, извините, не поправка, а погрешность. В данном случае точки базовых станций устанавливаются на расстоянии 40 км, чтобы между ними была как раз работоспособность оборудования из Искания на 20 км. Также существует у нас разработка ГККС, контрольно-корректирующая станция, которая сама является и как базовой точкой, ее можно поставить, так и ровером переносным. То есть мы могли бы где-то выставить точку определенную, которую нам нужно проверить, и с Исканием или с самим ГКС проехать, проверить другие соседние точки. Оборудование получает поправки в режиме реального времени, в РТК-режиме, и дает на изыскание поправки. С помощью них уже более четко позиционирует точку пространства. Спасибо, Сергей, за интересную презентацию. Это был стенд компании РИРФ, а я продолжаю репортажи с выставки Геосибирь-2018. Продолжение следует...